Сегодня четверг, 16 октября. Информационная служба канала РТВ продолжает свою работу с международными новостями. К этому часу вас ознакомлю я, Сергей Кения. Здравствуйте. Сейчас в мире. Там, где сходятся Азия и Европа, в Милане стартует саммит АСЭМ. Девизом форума Азия и Европа в этом году стало ответственное партнерство во имя устойчивости, роста и безопасности. Тон мероприятию задает ситуация вокруг Украины. Внимание международного сообщества приковано к возможной встрече украинского и российского лидеров на полях саммита. Способен ли Милан сгладить все острые углы в треугольнике Украины-Россия-ЕС, разбиралась моя коллега Нина Шамуги. Владимир Путин поехал в Европу. Эксперты-оптимисты усмотрели. В этом признак оттепели. Российский президент собирается пообщаться с западными лидерами на полях саммита Азия-Европа в Милане. Так что в течение ближайших двух суток ожидается всплеск дипломатической активности по разрешению украинского кризиса. Это будет самый интенсивный за последние месяцы период дипломатической работы Кремля и Запада. Миланская встреча – первый масштабный форум с участием Путина после того, как Крым присоединился к России и как ЕС и страны G7 ввели санкции в отношении Москвы. Впрочем, обсуждать сворачивание санкций Европа пока не готова. Все упирается в украинский вопрос. Судя по настройу лидеров ЕС, Киев сдавать они не собираются. «Нарушение территориальной целостности Украины и норм международного права в непосредственной близости от наших границ не может остаться без последствий. Санкции – важная часть наших усилий, направленных на разрешение украинского конфликта. Однако они не являются самоцелью. Мы ищем пути налаживания диалога с Россией. Санкции ни в коем случае не исключают диалог». Фрау Меркель – первая в списке собеседников российского лидера в Милане. «Железная леди Германии», известная своей рациональностью и гибким подходом к Москве, в последнее время занимает достаточно твердую позицию. Выполнение минских договоренностей и отвод российских войск от украинской границы – принципиальные условия ФРГ. На своем стоит и Москва. Владимир Путин накануне визита в Милан дал интервью сербской газете, где предупредил Запад. Не стоит давить на Россию из-за Украины. «Наши партнеры должны четко осознавать, что попытки давления на Россию путем односторонних нелегитимных ограничительных шагов не приближают урегулирование, а лишь осложняют диалог. Надеемся, что партнеры осознают безрассудность попыток шантажировать Россию, вспомнят, чем чреват разлад между крупными ядерными державами для стратегической стабильности». Позиции озвучены. Теперь все зависит от умения глав государств и правительств договариваться. Аналитики отмечают, в канун холодов для Европы животрепещущий вопрос поставки российского газа. И вопрос этот напрямую связан с украинским. От отношений между Россией и Украиной в целом и решение газовых споров в частности во многом зависит, как Европа будет жить нынешней зимой. Потому для лидеров ЕС усадить за стол переговоров Путина и Порошенко – дело не только политической, но и экономической важности. Впрочем, встреча президентов Украины и России тет-а-тет на полях саммита не предусмотрена. Но они пообщаются в рамках так называемого нормандского формата при участии канцлера Германии и президента Франции завтра за завтраком. Теперь остается гадать, кому будет испорчен аппетит, иронизируют аналитики. Нина Шамуге, RTVI Отношения между Москвой и Варшавой, переживающей из-за украинского кризиса не лучшие времена, может еще больше обострить шпионский скандал. В Польше задержанный офицер вооруженных сил страны, а также юрист с двойным гражданством – российским и польским. Оба подозреваются в шпионаже в пользу иностранного государства, какого именно официально не сообщается. Генпрокурор республики лишь заявил, что это очень деликатные дела, но по версии польских СМИ речь идет именно о России. В связи с задержанием предполагаемых агентов в парламенте страны состоится специальное заседание Комитета по контролю над деятельностью спецслужб. Силы безопасности Афганистана провели успешную спецоперацию против экстремистской группировки «Сеть Хакани». Военные захватили двух полевых командиров, связанного с Талибаном и Аль-Каидой, радикального движения. Один из них – Анас Хакани, сын основателя и брат действующего лидера террористической организации. Его считают ответственным за интернет-политику группировки, в частности, психологическую войну в социальных сетях. Второй задержанный – Хафиз Рашид. По данным афганских спецслужб, руководил боевыми операциями исламистского движения. В частности, готовил атаки смертников. «Сеть Хакани» включена в черные списки США и Совбеза ООН как террористическое объединение. Соединенные Штаты не исключают провала в борьбе с ближневосточными джихадистами. По крайней мере, в том, что касается битвы за Кабани. Этот стратегически важный сирийский город, расположенный на границе с Турцией, из последних сил обороняют местные курды. Боевикам группировки «Исламское государство» уже удалось занять часть населенного пункта. И это несмотря на продолжающиеся воздушные удары международной коалиции по позициям радикалов. Джихадисты наращивают наступление и стремятся полностью захватить город. В Вашингтоне признают, что боевикам это под силу. «Мы наносим больше ударов по Кабани и районам вокруг него, в том числе потому, что там становится больше боевиков Исламского государства. Трудно назвать точную цифру, но мы считаем, что уничтожили несколько сотен террористов. Тем не менее, Кабани может пасть. Жители покидают город. Большая часть его населения уже эвакуирована. Если Кабани падет, это станет провалом». Китай предостерег США вмешательство во внутренние дела Гонконга. В этом автономном регионе КНР продолжаются продемократические акции, участники которых выступают против политики центральных властей в Пекине. Накануне официальный представитель Госдепа Дженнифер Псаки выразила глубокую обеспокоенность случаями избиения полицейскими протестующих. Она призвала тщательно, открыто и в кратчайшие сроки расследовать подобные инциденты. В Пекине парировали, что и без Совета в Вашингтон расследуют случившееся. Ранее в китайских СМИ озвучивалась мысль, что за так называемой революцией зонтиков в Гонконге стоят Соединенные Штаты. «В Гонконге участники движения «Оккупируй центр» незаконно заблокировали дороги, не подчинялись призывам полиции и нарушили общественный порядок. Такие действия являются серьезным нарушением закона и не могут получить одобрения ни в одной стране. Я хочу отметить, что никакое иностранное правительство не имеет права вмешиваться во внутренние дела Гонконга». И на этом пока все о развитии событий. В следующем выпуске я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова